Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из Второго Послания Святого Апостола Павла к Коринфянам, глава 7, стихи с 10 по 16. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованным радостью Титта, что вы все успокоили дух его. «Итак, я не остался в стыде, если же чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом. Похвала наша оказалась истинная, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня пятница, и Церковь продолжает читать отрывки из второго послания к коринфянам святого апостола Павла. И сегодня перед нами седьмая глава данного послания, стихи с 10 по 16, то есть до конца седьмой главы. Апостол Павел продолжает, мы с вами в прошлый раз говорили вот об этой отцовской нежности, вот этой, о внутренней расположенности его и о той открытости сердца, о котором говорит апостол Павел. И он говорил как раз-таки о том, что, помните, в шестой главе мы читали, что «уста наши отверстия к вам коринфяне, сердце наше расширено». Вот седьмая глава — это как раз-таки показатель вот этой широты сердца, вот этой нежности, отцовской нежности апостола Павла. Какая удивительная она. И чем отличаются формальные отношения между людьми? Некой стеной, некой границей. Мы полагаем границы между собой. И на самом деле мы полагаем границы во всем. Наша одежда, она носит всегда некий символ. Кто-то предпочитает закрыться и вести более благочестивый образ жизни, не выставлять на показ ничего. Кто-то, наоборот, сужает границы допустимого, приближая людей максимально и нарушая даже какие-то уже такие правила приличия, обнажает себя. Но это дело личное каждого человека. Не будем никого осуждать, но и не будем называть грех добродетелю в том числе. Соответственно, мы видим, что формальные отношения, они как раз-таки выстроены по принципу неких границ. Мы к человеку, которого уважаем, или к незнакомому человеку, мы сначала обращаемся на «вы». То есть это определенная граница, черта. Вытянутая рука. Потом мы уже переходим на «ты». Если формат нашего общения изменяется. И самые доверительные отношения и самые тесные границы, конечно же, у нас выстраиваются с родителями, с ближним кругом семьи, с нашими детьми, с нашими супругами. Есть разная глубина этих границ, но они самые тесные из всех возможных. И вот апостол Павел в данном тексте, как я уже говорил в прошлый раз, он показывает, как мне кажется, я с вами делюсь своим впечатлением, он показывает как раз-таки вот эту границу, очень близкую, которая характеризует его как отца, действительно, духовного отца этой общины. Потому что он полностью открывает себя здесь. Открывает свои чувства, открывает свою эмоцию. И мы открываемся только самым близким. Людям, которые, мы знаем, поймут нас и примут нас, и не будут, что называется, плевать в тот колодец, которым мы пьем. Апостол Павел, несомненно, был колодцем знания о Боге для многих-многих общин. И вот он открывается им. И это открытие на самом деле было после того, как Тит пришел и рассказал ему, как коринфяне восприняли его строгость. А они восприняли ее правильно. И как благодарность апостол Павел боялся, что они, скажем так, вот эти вот тесные отношения, вот эти интимные семейные отношения, любви в общине, они потеряют. Из-за различных проблем, которые были в коринфяне, он перечисляет эти проблемы. Но он боялся, что из-за этой строгости, из-за лжебратьев, из-за этих ситуаций, которые происходят в коринфе, они потеряют, разорвут вот эту связь. Он очень печалился об этом. И то, что коринфяне правильно восприняли его укор, показывает, что они не захотели терять эту связь. И апостол Павел, что называется, платит им той же монетой. Он открывается им теплотой своей любви и искренности, открывая эти границы, показывая, что эти границы такие же, как если бы они были семьей реальной, то есть они семья духовная. Вот это единство тела Христова, оно не поколебалось из-за греха. Оно врачевалось покаянием. Коринфян. О чем говорит апостол Павел? Вы опечалились ради Бога. Какое произвело это в вас усердие, извинение, негодование на виновного, страх, желание, какую ревность, какое взыскание? Посему вы показали себя чистыми в этом деле. Вот эта чистота сохранила близость семейных уз, братских, сестринских уз в общине с апостолом Павлом в их общении. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя, не ради оскорбленного. Но чтобы вам открылось попечение о вас пред Богом. Он писал не для того, чтобы удовлетворить свое оскорбленное эго. Он писал не для того, чтобы унизить их, да, и, так сказать, как, знаете, указать на ошибку. Нет, он писал им только ради Бога и ради любви, чтобы они увидели любовь апостола Павла и его родение о них. «Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита». Он говорит о том, что мы рады то, что мы говорили об коринской общине, то, что я говорил Титу, апостол Павла, я от лица Павла сказал сейчас, все это оказалось правдой, и Тит удостоверился в этом. И в то же время он говорит, что как мы говорили вас истинно, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. «И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании и послушании всех вас. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Радость о коринской общине переполняет сердце апостола Павла. Он видит, что Тит, тот самый Тит, кому будет потом писать свои пастырские послания святой апостол Павел, он удостоверился в том, что апостол Павел говорил о коринфинах. И коринфяне показали Титу, что апостол Павел их духовный отец, их наставник, тот, кто открыл им Евангелие Христово. Границы сохранены, семья Христова сохранилась. Поэтому и мы должны выстраивать на своих приходах, в своих церквях такие отношения друг с другом, стремиться к этому, черпывать вдохновение из текста Священного Писания. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем к этому стремиться и будем, естественно, молиться об этом. Помни о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова